Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленные ополченцами Славянск. Как раз и тем временем датирована история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галиной Славянской, матерью четырех детей, уроженка Западной Украины. День недовольства родственника вызвала то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он ее рассказ. Центр города – это площадь Ленина. У нас горисполкомы, с одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрались женщины, потому что мужиков больше нет. У женщин, у девушек, стариков вот этих и все. И это называется показательная касть. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, в трусиках, в футболке. Как Иисуса, на доску в явлении прибили. Один прибывал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, вот это все, как ребенок иссякает кровью, крики, бизги. И что так взяли, вот туда надрезы сделали. Чтобы ребенок мучился, там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом маму после того, как полтора часа ребенок мучился, умер. Вот это все происходило. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три круга провели. А круг площади километр. Вам особенно после этого интервью грозит большая опасность, правильно ли я понимаю? Я как предатель родины, потому что я родом из Закарпатской области. Мне же моя мать сказала, ты приедешь, я тебя сама расстреляю. И на заваре я расстреляю. У меня две расстрельные стачи. Не надо было просто забудуть, что дети. Я за себя не боюсь. Мне жалко детей. Мне детей жалко. Если бы честно, не дети, я бы сама взяла оружие и пошла в площади. Это не украинская армия, не освободители, это твари. Они когда вошли в город, там ни одного полщинца не было. Они стреляли по городу. Мародерством занимались. Фашисты так не делали. Фашисты. А вот это восстали. Восстали правнуки СС Галичина. Потому что я родом из Закарпаття. У нас рассказывали бабушки старые, что фашисты так не делали, как эта группа СС Галичина. Они местные, они с местными издевались, жен насиловали, детей убивали. И вот это все восстали, вот эти их правнуки. Восстали, кажут, с пекла. Возродились обратно. Вы не боитесь говорить об этом? А пускай весь мир знает, как они издеваются над людьми, потому что никто не верит. Никто не знает. И вот эти, что фосфорные бомбы, это что мины осколочные, что дети приходили, приносили и ежики, и шипы, и что только не находили. И вот эти все трупы, что лежали, что уже собирать некуда было, морг не работал. Вот эту всю вонь, разогающую тело, это же никто не поверит. Потому что там не было, никто не видел. Это для них, это дикость. У меня, как вчера ночью, сегодня ночью стреляли, у меня ребенок даже в ухо не пошел. В ухо. Потому что это для них уже привычный стук. Молодец там, младший, 6-7 лет. Мам, что? Бомбят! Кажу, да, сынок. И дальше. Спать? И дальше. Вот вы так смело открыли свое лицо, сказали свое имя. Вот вы не боитесь разве? Потому что уже за 3 месяца, я же и кажу, я камень стала. На что вы надеетесь? Ведь понятно, что когда-то это закончится. Дайте нам свободу. Русских нету. Русские не воюют. Это обычные работяги. Шахтеры, труженики восстали, потому что уже их все. Сколько можно кровь пить человека? Мы все люди. Мы все одной кровью. Не надо делить нас. Все мы. Да, если среди нас и среди других. Ну, как бы, есть плохие люди. Я не скажу, что мы все делаем. Мы люди. Всегда надо не войной идти, а договариваться. Словом. А слово доброе всегда побеждает. Спасибо вам большое, что вы согласились нам все это рассказать. Значит, уважаемые представители СМИ, наверное, все из вас последние два дня слышали или видели замечательное творение про Геббельсовской российской пропаганды о рассказе некого Беженки, о том, что она лично в Славянске видела, как трехлетнего мальчика, сына так называемого ополченца-террориста, представители украинских властей прибили к кресту гвоздями, сделали надрезы, чтобы он больше мучился, а потом его мать привязали к танку и трижды проволокли вокруг площади с указанием того, что диаметр площади километр. Все неокрепшие умы российских граждан ужаснулись той жестокости, которая творится якобы у нас в Украине. Министерство внутренних дел занялось выяснением вопроса, кто же эта гражданка, кто же эта беженка. Ей оказалась Остапенко Галина Михайловна, это девичья фамилия, по мужу фамилия Пышняк, 1975 года рождения, уроженка села Саймы Межигирского района Закарпатской области. Она женилась на Пышняке Константине Владимировиче, 1973 года, родом из села Микильское Славянского района Донецкой области, который, кстати, в свое время работал в милиции города Киева в УДСО, то есть в госслужбе охраны. Это очень крепкая семья, образец для подражания всех семей в России. Так, например, в 2010 году гражданка Остапенко Галина Михайловна подала заявление в Славянский городдел милиции. О чем бы вы думали? О том, что ее родная дочь Остапенко Евгения Владимировна, 16-летняя на тот момент, украла у мамы 1000 гривен. И мама требовала свою дочь наказать, чтобы дочь ее не воровала 1000 гривен. В подтверждение того, что это очень крепкая высокоморальная личность, как и ее муж, могу также вам сообщить, что в марте этого года, 9 марта, гражданка Галина Михайловна обратилась в Славянский городдел милиции с заявлением о том, что ее избил ее муж Константин Владимирович. А еще на следующий день заявилась с обещанием, что муж у нее забрал паспорт и не выдает. То есть я имею в виду, что мы видим пример, кого российская пропаганда привлекает в качестве подставных лиц, подставных актрис для съемки подобного рода насквозь лживых репортажей. Это асоциальные личности, опустившиеся личности, которые даже не могут нормально воспитать свою дочь, доводя ее до того, что она ворует у собственной матери деньги. Но данная Галина Михайловна, она является лишь исполнительницей той грандиозной эферы, которую проводит Российская Федерация сейчас. Цель заснятия таких роликов, в которых дается сверх лживая и неправдивая информация, связана с тем, что в Российской Федерации начались проблемы с наймом наемников для прихода в Украину. Для того, чтобы их стало больше, приходится идти на такие ухищрения, которые должны по замыслу авторов этих чудовищных провокаций вызывать ненависть к Украине, ненависть к украинским гражданам и собирать таким образом как можно больше наемников от Калининграда до Владивостока. Однако чудовищная ложь понятна самим российским гражданам. Вы знаете, что практически все российские оппозиционеры и Немцов, и Навальный, и другие обратились через единственно возможный способ интернет своим гражданам с призывом не верить тому, что творит российская пропаганда. И многие политтехнологи и политологи российские сами ужаснулись тому, до какого порога несчастья опустилась Россия. Однако виновны в этом, естественно, кукловоды. Это господин Путин, его клика и исполнители. Это те владельцы телевизионных каналов, те продюсеры, те телеведущие, которые вместо того, чтобы написать заявление об увольнении, озвучивают эту ложь. Они думают, что они останутся безнаказанными. И в настоящий момент мы, как Украина, не можем добиться их уголовного наказания. Однако Министерство внутренних дел выступает с инициативой обратиться в Европейский Союз через Министерство иностранных дел с предложением запретить въезд в Россию, в первую очередь, Константину Эрнсту, как одному из главных... Что-что? Украину, наверное. Да, нет, в ЕС, в Украину, естественно. И в Украину, и в ЕС. Кроме того, в мае месяце господин Путин наградил 300 журналистов, как лучших представителей российских СМИ. Есть мнение, что большинство из них награждено как раз за успешные информ-компании, грязные, лживые, против Украины, связанные с аннексией Крима, с ее обелением в глазах русских граждан. И мы сейчас будем готовить свой список, опять-таки, с предложением к Европейскому Союзу запретить въезд для значительного количества из этих 300 журналистов, поскольку это является правильным. Если вы в Европейском Союзе декларируете поддержку Украине и пока не помогаете нам материально, то хотя бы покажите свою позицию, что вы против того, чтобы эти люди топтали европейскую землю после той лжи, которую они выливают и ушат грязи на российских и украинских граждан. Это еще не все. Значит, эти граждане, телеведущие и телепродюсеры считают, что их работа ненаказуема. Они считают, что это, само собой разумеющееся, даже гордятся своей работой во славу России. Но я хочу рассказать одну историю. В 1994 году в африканской стране Руанда было объявлено геноцид. Там были две народности, тутси и пхуту. Так вот, народность пхуту, которая была у власти, начала разжигать межнациональную ненависть и межнациональную рознь. И представители пхуту начали убивать представителей тутси. У них не было градов, у них не было танков и другой тяжелой техники. Они пользовались автоматами Калашниковой Мачете. Общее количество погибших в этой войне считается порядка 950 тысяч человек. Гаагским трибуналом к ответственности были привлечены не только должностные лица Руанды, но были привлечены и основатели директора радио и телевидения «Тысячи холмов» Фердинанд Нахиманов, редактор газеты «Кангура» Хасан Гезе. И эти граждане получили пожизненное заключение решением Гаагского трибунала, в котором было доказано, что именно благодаря им действиям, их радиоэфиром и телепередачам восстанавливались сотни тысяч людей друг против друга. Премьер-министр этой страны Жан Камбандэ также получил пожизненное заключение, а радиоведущий Жорж Руджу, озвучивший призывы убивать Туци, которых он называл тараканами, получил 12 лет тюрьмы. Это статья, которую подготовила известный журналист Татьяна Попова. Она должна выйти сегодня в одно из известных интернет-изданий Украины. Я подготовил, вы будете первыми, кто ее прочитает, о аналогиях Руанды и аналогах Украины. Поэтому хочу еще раз сказать и акцентировать внимание на следующем. Россия ведет беспрецедентную лживую пропагандистскую кампанию против Украины. Такого рода сюжеты, которые выживают уже просто отвращение, связанные с тем, что необходимо России восстанавливать еще больше граждан против нас, для того, чтобы вербовать наемников из среды самых низших слоев населения, легко возбудимых и психопатических. У них проблема с количеством наемников, которые приходят сюда, возвращаются в виде гробов и мяса. И мы знаем, кто организовывает такие провокации. Мы будем требовать, как минимум, от Европейского Союза, чтобы эти негодяи не имели права въезжать в Евросоюз. Это владельцы российских телекомпаний, транслирующих эту грязь и лживую ненависть. Это телеведущие, которые распространяют, также все те журналисты, которым нам станет известно. Обращаюсь к призывам к российским тележурналистам, честным, порядочным. Информируйте нас по электронной почте. Присылайте нам списки ваших коллег, которые, вы знаете, прямо участвуют в создании подобного рода лживых и пропагандистских телесюжетов, несущих межнациональную рознь и ненависть. Спасибо за внимание. Здравствуйте, я фотоаппарат «Новая газета» Евгений Фельдман. Нахожусь на главной площади города Славянск. Сейчас попробую поговорить с местными жителями о том, видели ли они какие-то подтверждения или вживую были ли очевидцами того, о чем сообщил Первый канал. Подводят нам воду. Здравствуйте, вот буквально это было два или три дня назад, Первый канал российского телевидения сообщил о том, что в день, когда сюда вошли украинские войска, на этой площади собрали женщин и детей, и якобы убили ребенка. Нет, 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 нет. Расскажите, пожалуйста, подробнее, может быть, вы можете рассказать? Такого не было, нет, не было. Вы были здесь, да, в тот день на площади? Нет, мы были, но такого не было. Понятно, спасибо большое. Украины не было, все было нормально. Все было нормально. Они привезли, которые были сепаратисты из нас возили. Они так мирно проехали, встречали. Нет, которые были те, они нам давали ни пойти, ни еды не давали, ни кормили нас, ни поели, ничего. А киевляне пришли, нас пенсию дали, еду дали, машины дали, люди сидят недоевшие, свет дали, воду дали. Мы ожили, просто люди ожили. Прошла эта власть, и все, мы ожили. Нет, вы ничего такого не слышали. Мы не слышали, и такого не было. Мы пил ром-колу, мы уже ожили. А тогда мы могли этого не купить, ничего. Понятно, спасибо большое. Поэтому, дайте, у нас все хорошо, на данный момент все отлично. Спасибо большое. Здравствуйте, а можно с вами поговорить? Пожалуйста. Я просто пытаюсь проверить информацию, и никак, к сожалению, иначе это сделать невозможно, кроме как поговорить с местными жителями. Вот первый канал российского телевидения, они сообщили, что якобы в день, когда сюда вошла украинская армия, здесь, на этой площади, пытали ребенка и убили, и пытали его мать, и собрали всех женщин, и заставляли на это смотреть. Вы расскажите, пожалуйста. А когда же это было? Ну, вот якобы, ну, когда 5, получается, июля входила армия, вот якобы в тот же день собрали... Мы не слышали. Такого не слышали, и вряд ли так и было. Если бы, если бы, если бы... Вы здесь не были, вы здесь не были в этот день. Не, ну, не были, ну, если бы... Ну, не слышали, если бы было так, то мы бы, не было бы город знал. Не было такого. Это все с ленью. Здравствуйте, а можно с вами поговорить? Просто пытаемся проверить информацию, и, ну, никак, иначе это сделать невозможно. Первый канал российского телевидения сообщил, что якобы в день, когда сюда вошла украинская армия, здесь на площади собрали женщин и при них заставляли смотреть, убили ребенка и пытали его мать. Можете рассказать, пожалуйста, вы здесь не были в тот день или были? Не раз не было здесь, но это 100% вранье. Ну вы ни от кого такое не слышали? Первый раз, только от вас, только сейчас услышим. Да, понятно, просто видите, все так же говорят. Мы были тут в первый же день. Не было, не было нормально, тут наоборот все рады. Ясно, спасибо большое. Такого не было, бесплетник.